Вы призываете нас сомневаться, но сомневаться в чем? Силовой захват власти привел к гражданской войне. Тысячам и тысячам жертв, искалеченных судеб. Но вы призываете нас сомневаться. И так далее, и так далее, и тому подобное. Не подевают. Да. Вот если, ну, хотите... Не сомневаетесь. То есть вы не готовы комментировать, да? Я не готов комментировать, да, да. Комментируйте вы. Все понятно, хорошо. Вопрос такой. Вы согласны с тем, что они, вот пять человек, которые входят в организацию СИИ, сделали ролик, который выложили на Ютуб от лица всех ленинградских студентов? Ну, я думаю, да, скорбь, ностальгия по бывшему сотрудничеству с этим государством присутствует в наших сердцах и всех. Я думаю, правильный ролик, он поднимет патриотизм нашей страны. Вы разделяете, что это от имени всех ленинградских студентов? Нет, не разделяю. То есть это не от вашего имени? Не от моего имени. От имени всех студентов, с точки зрения логики, наверное, да? Ну, да. Всех студентов, знаете. Но если их втягивают какие-то политические имя, финансы, то не знаю, кто от этого выигрывает. Они делают заявление от всех ленинградских студентов, да? Разделяете вы эту позицию, что, ну, как честно, надо говорить о всех студентах? Нет, конечно. И от заявления очень-то... Ну, это было очень глупо с их стороны, потому что, насколько я знаю, ректоры наше университетов в руку сказали, что у нас эти люди вообще не учатся. Вы такое не слышали? Ну, конечно, заявлять от всех, это нужно иметь смелость, во-первых. А, во-вторых, наверное, из-за российского, потому что у каждого своё мнение, например, я даже, например, не согласна, но как они от моего лица уже могут говорить. То есть, абсурдно. Вот вы, как калининградский студент, вы считаете, что эти люди, ну, эти студенты, скажем так, выразили мнение всех калининградских студентов? Ну, например, в частности, ваше. Вы же не знаете других, да? Я придерживаюсь другого мнения и считаю, что там несколько оно утрировано и подвержено влиянию российских СМИ. И именно из-за этого они считают, что вот так, как сказали. Но на самом деле всё по-другому, потому что они придерживаются только одной позиции и, ну, как-то, не знаю, не пытаются посмотреть с другой стороны, понимаете? Угу. На Россию, вот. Но они очень любят Россию, всё понятно, в принципе. Ну да. Вот. Но я так не считаю. То есть я бы очень хотел снять другой ролик, но считаю, что это будет потом очень плохо сказываться на моём учёбе, например. Эти ребята, они, как тоже студенты, они входят в такую организацию, называется Сеть. Она, если представительство производительских городов, в том числе и у нас. Это такая общественно-патриотическая организация. Слышали вы что-то об этом? Потому что их руководители утверждают, что в Калининграде уже несколько тысяч студентов состоят в этой организации. Вы что-то слышали? Да, я слышала в прошлом году, весной, мне прилагали, сказали, если тебе нужен лёгкий заработок, ну, там, сходи вот в такое-то время туда-то, заполни анкету. Тебе дадут за неё 300 рублей. Я говорю, а что за анкета? Мне рассказывают про сеть, про вот это всё, и говорю, нет, ребята, извините, это без меня, не в этот раз. Я слышала и слышала, ну, реально, у них заполнение анкеты шло за то, что они платили за это деньги. В принципе, как и движение наше им за митинги платят. Ну, это то же самое, Сеть, в принципе, наше, только другое название. То есть вы 300 рублей не заработали? Нет, я решила остаться со своим мнением при себе и не ходить, потому что я такую политику не разделяю вообще. Спасибо.